В стенах Бобруйской центральной больницы единый день информирования начался с одной из самых актуальных тем – сети общественного транспорта и ее развития. Александр Гацко, главный инженер автобусного парка, подчеркнул, на предприятии постоянно ведется анализ текущей ситуации. К примеру, в декабре по заявкам граждан в тестовом режиме запустили новый автобус – номер 21. Если этот маршрут устоится, и на нем будут ездить люди, и будет соответствующий пассажиропоток, будет выручка, окупаемость не ниже хотя бы 80, потому что нам сегодня доводят 90% окупаемости, без вопроса этот маршрут будет ходить. В топе 7 дней информирования и безопасность жизнедеятельности. Заместитель начальника Бобруйского ГРУЧС Павел Шерстнев напомнил сотрудникам БЦБ правила эксплуатации электроприборов и отопительного оборудования. Рассказал представитель МЧС и о важности пожарного извещателя, ведь все чаще благодаря АПИ удается избежать гибели людей. О безопасности только в киберпространстве напомнил и Вадим Балошко, заместитель начальника отдела по наркоконтролю и противодействию торговли людьми. Представитель УВД рекомендовал родителям обратить внимание на то, чем их дети интересуются в сети интернет. Эта встреча еще раз доказывает – дни информирования выводят взаимодействие властей и руководителей с трудовыми коллективами на новый уровень. Данная встреча позволяет не только врачебному персоналу, среднему персоналу, младшему медицинскому персоналу, прочему персоналу, который работает в нашей больнице, получить оперативную информацию по наиболее актуальным вопросам, которые, безусловно, волнуют каждого гражданина, который живет в нашем обществе. Единые дни информирования позволяют решать насущные проблемы здесь и сейчас. А значит, такой формат встреч еще не скоро потеряет свою актуальность. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Баба Руськ, 360.